Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Владельцу гостиницы, рядом с которой в Ливневке погиб мальчик, предъявлено обвинение. ЧП случилось в августе в Лазаревском. Сочинский аэропорт может получить имя, причем выберут его сами жители. Стартовал всероссийский конкурс. Новый вход, новый пол и вообще новая жизнь. Школа искусств в Дагомысе открылась после капитального ремонта. Погода преподнесла сюрпризы, как, собственно, и сами участники. Чемпионат России в олимпийских классах яхт выявил фаворитов. Владельцу гостиницы, рядом с которой в Ливневке погиб 7-летний мальчик, предъявлено обвинение. ЧП случилось 3 августа в поселке Лазаревское. Мальчика сбило потоком воды и он упал в открытую канаву. Ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело было обнаружено в районе русла реки Свирка. По данным следствия, обвиняемый в нарушении строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа во двор. Плита располагалась над ливневкой, не была оборудована перилами, не было и защитной решетки. При этом мужчина знал, что нарушил нормативы. Хозяин гостиницы согласился с обвинением и признал вину. Ну а сегодня полиция Сочи начала проверку по факту падения мальчика в колодец. Все произошло на улице Бытха в районе 9-й школы. Видеозапись с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. С их слов, второклассник провалился в колодец глубиной около 2,5 метров. За ребенком в люк спустился мужчина. Мальчика вытаскивали с помощью автомобильного троса. Ребенок с ушибом головы был доставлен в больницу. По всей видимости, крышка колодца была плохо или вообще не закреплена. Мальчику назначено амбулаторное лечение. Ну а полиция по факту произошедшего проводит проверку. В Сочи полицейские пресекли попытку сбыта особо крупной партии наркотиков. Подозрительных мужчин задержали на посту Магрии на обходном пути в районе железнодорожного тоннеля. При виде полицейских мужчины резко изменили маршрут. Один из них бросил на землю рюкзак и попытался скрыться, но был задержан. В рюкзаке полицейские обнаружили свертки с растительным веществом. По заключению экспертов, это марихуана общей массой около килограмма. Установлено, что хозяин рюкзака, ранее судимый 44-летний житель Мурманской области, направлялся в город с целью сбыта наркотика. Также полицейские выяснили, что он находится в федеральном розыске за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанный сейчас находится под стражей. Кубань накормила и удивила жителей столицы. Причем не без выгоды для себя. Крупнейшая агропромышленная выставка России «Золотая осень» начала свою работу в павильонах ВДНХ. Краснодарский край представил в Москве одну из самых интересных экспозиций и привлек внимание большинства участников форума. Чем именно расскажут наши краснодарские коллеги. Портрет Менделеева в буквальном смысле нарисован всеми цветами на стенде уральцев. Кузбасс выдрузил в павильоне глыбы угля, которая как бы намекает, промышленный регион готов засиять новыми гранями, раскрыть свой аграрный потенциал. Но даже в таком ярком окружении, безусловно, выделяется экспозиция Краснодарского края. Она одна из самых больших. Больше ста квадратных метров, почти полторы сотки, как сказали бы аграрии. Делегацию Краснодарского края на золотой осени в Москве возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. В этом году на выставке свой сельхоз потенциал регион представил не только в виде выращенных овощей и произведенной продукции. В инвестпортфеле края целый пакет интересных предложений. Например, первый в стране центр селекции коров может появиться на Кубани. Об этом проекте глава региона сегодня даже рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня в Краснодарском крае ощущается дефицит качественного молока. Центр генетики крупного рогатого скота позволит разводить высокопродуктивные породы. Разместить его планируют в Усть-Лабинском районе. Однако для дальнейшей реализации проекта необходима поддержка правительства страны. Из 40 тысяч средств везет, садлась, миллион четыре тысячи. Пусть подготовят предложения, посчитают. Будущий генетический центр крупного рогатого скота – это своего рода лаборатория ЭКО для коров. Там смогут выводить самые разные породы, при этом все телята уже гарантированно родятся здоровыми. Это позволит значительно увеличить поголовье молочного стада и снизить зависимость от импорта. Ведь уже к 2030 году Кубань планирует выйти на производство молока не менее чем 2 миллиона тонн в год. Это почти в два раза больше, чем сейчас. Сегодня Кубань – один из лидирующих регионов по производству животноводческой продукции. Мы вторые в России по производству молока и занимаем первое лидирующее место по его переработке. Но надо признать, что сегодня наши перерабатывающие молочные предприятия мы обеспечиваем собственным молоком только на 50 процентов. Конечно, сегодня стратегическая задача – это дальнейшее развитие животноводства. Вот того самого молочного поголовья, которое и даст вот те недостающие 50 процентов молока. Сегодня удалось получить поддержку Дмитрия Анатольевича Медведева по различным вариантам финансирования настоящего инвестиционного проекта для того, чтобы в крае появился уже наш собственный центр селекционно-генетический для получения собственного поголовья, дойного поголовья, которое сегодня так необходимо к дальнейшему развитию агропромышленного образа. Не менее важный для Краснодарского края проект – закладка яблоневых садов. Соглашение с инвесторами глава региона сегодня подписал во время работы форума. Согласно документу, на Кубани появится 3,5 тысячи гектаров садов суперинтенсивного типа. С каждого гектара планируют собирать не менее 60 тонн плодов. Уже сегодня Краснодарский край выращивает практически половину всех яблок в России. Такой рывок удалось сделать за последние три года. Кубанские продукты постепенно вытесняют импорт и сами становятся экспортными. В первую очередь мы вытеснили иностранные продукты с наших полок, заместили их нашими. Такой ассортимент очень большой. Пример, если взять томатная паста, которую мы все помним, что она была с Израиля, с Азербайджана. Сегодня это уже из кубанских помидоров сделано полностью. И самое главное, что она сегодня в баночках гораздо дешевле, чем покупается из-за рубежа. Следующий этап мы видим в том, чтобы выйти уже со своими продуктами переработки на экспорт. И с этим мы тоже начали такую большую работу и видим результаты. Мы выходим сегодня не только с зерном. Мы выходим с продуктами переработки. Сегодня и мука идет у нас на экспорт. Сегодня Кубань успешно экспортирует подсолнечное масло, сыр, мороженое. Наши вины закупают 14 стран мира. Страна должна наращивать поставки за рубеж. Об этом много говорили в первый день форума. Особую роль в последнее время играет даже не экспорт сырья, а экспорт продуктов в глубокой переработке. То есть мировой рынок готов платить больше не за кукурузу, а за ее производные. Глютен, патоку, мальтодекстрин, это заменитель сахара. Проект подобный уже был успешно реализован в Краснодарском крае на Гульдевическом крахмальном заводе. Предприятие сейчас закрывает потребности России, а когда производство вырастет вдвое, начнет поставлять продукт на экспорт. В прошлом году стенд Краснодарского края получил гран-при. Как оценят эксперты, новые достижения станет известно совсем скоро. Впереди еще два дня работы выставки, о которых мы обязательно расскажем. Татьяна Явлева, Мария Крошная, Дмитрий Забелин, Денис Москаленко. Кубань, 24, Москва. Больше миллиарда рублей направят на поддержку сельхозкооператива в Кубани. Их развитие сегодня глава региона Венемин Кондратьев обсудил с председателем Совета Центра Союза России. Символично, что встреча прошла в Москве в бывшем имении дворянина Мечкова, основателя первой в стране кооперации. Объединить сельхозпроизводителей для Кубани сегодня стратегическая задача. Как отметил губернатор, только за первое полугодие 2018-го в регионе появилось 18 новых кооперативов. Всего же в Краснодарском крае 14 тысяч фермерских хозяйств и около миллиона ЛПХ. И для того, чтобы решить проблему со сбытом выращенной продукции, необходимо объединить усилия аграриев, считает Вениамин Кондратьев. Фермеры, личные подсобные хозяйства. Вот сегодня мы должны посмотреть не сверху вниз, а снизу вверх, что они хотят и что они сегодня просят. А они просят, чтобы потребка операции вернулась, но в рамках уже рыночных отношений. И она должна быть прибыльной. База потребка операции сегодня, безусловно, в нашем крае серьезная, однозначно, инфраструктура, и складские помещения. И те, это год пункты. То есть все основания для того, чтобы мы создали новую, или систему потребок операции по-новому, в Краснодарском крае есть. Наша задача, может быть, даже научить людей, как это делать. Мы сейчас предложили новые формы. Мы в кооперацию сейчас привлекаем не только членов кооперации, предпринимателей, молодежь, мелкий бизнес. Ведь основа кооперации в чем? Объединить усилия людей для того, чтобы они могли. Вот один производитель, второй, третий могут создать кооператив и совместные усилия, создать экспортный кооператив, выйти на рынок. Мы им помогаем с точки зрения изменений законов. Отнесли к малому и среднему бизнесу кооперацию. Сейчас потребительскую кооперацию, мы договорились с правительством, что будем вносить комплексную программу развития кооперации. Именно Совет Центра Союзов сегодня курирует работу по обновлению заготовительных пунктов, а также содействует в продвижении продукции сельхозкооператива в федеральные торговые сети. Вениамин Кондратьев со своей стороны обратил внимание, что этот вопрос актуален не только для производителей, но и покупателей. Наш потребитель стал взыскательным. И вот продукция потребкооперации, она может быть изначально с брендом экологически чистой и качественной. И это тоже новая полка, которую потребкооперации может занять. Да, яблочки от бабушек. И многое-многое по этой линейке можем продвинуть, но уже исходя из спроса на рынке. А спрос сегодня на экопродукты. И сегодня потребкооперация может быть первой, которая этот спрос будет творить. Кроме того, на встрече обсудили меры поддержки сельхозкооперации. Вот уже больше года в Крае действует программа с беспрецедентными условиями. Регион компенсирует до 90% затрат на развитие материально-технической базы кооперативов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В регионах выбирают имена аэропортам. Решение будет принято по итогам общенационального голосования. 45 аэропортам страны присвоят имена национальных героев в рамках проекта «Великие имена России». Новые имена дополнят официальные названия воздушных ворот. В списке есть и Сочи. По результатам публичных обсуждений в каждом районе сформируют перечень имен претендентов. Жители городов-участников конкурса могут предложить свой вариант на сайте проекта «Великие имена.рф». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 12 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 21-23 градуса выше нуля. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Школа искусств в Догомысе обрела новую жизнь. Сегодня учреждения доп. образования открыли после ремонта. На здании заменили кровлю, утеплили фасад, в самом помещении полностью обновили напольное покрытие. Перемены коснулись и близлежащей дороги. Ее расширили, а еще поменяли вход. Так выглядело здание последние лет 50. В целом же бывшей царской конюшне целый век. Косметические ремонты выручать уже перестали. Догомыская школа искусств совсем обветшала. Провести масштабный ремонт глава города поручил сразу по завершению учебного года. Ход работы Анатолия Пахомова инспектировал все лето, чтобы строители успели сдать объект в начале осени. И вот сегодня школа искусств номер 2 вновь открыла свои двери для юных талантов. В этом учреждении учатся целыми династиями. Еще недавние выпускники приводят сюда уже своих детей. Местные жители не верят своим глазам и тому, что здесь больше нет привычной глазу серости. Безумная радость, безумное счастье, что у детей нормальные условия появились для образования, потому что сравнить невозможно просто. Все располагает к тому, чтобы дети ходили сюда с большим желанием и получали только положительные эмоции. То, что сегодня случилось, это настоящий праздник. Праздник искусства, праздник труда. И сколько потрудилось здесь сердец и теплых рук, и внимательных глаз, и неравнодушных людей. Низкий поклон сто раз спасибо. Дети – это будущее. И пусть это будущее растет в хороших, достойных и ярких условиях. Конечно, рады мы, что сделали нам ремонт. Очень здорово. Надеюсь, что и другие дети. У меня трое детей. Надеюсь, что и младшие пойдут сюда, потому что мне очень нравится. Школа замечательная, преподаватели отличные. Новая крыша, стены, пол. А ведь старые разрушали корни деревьев. Появилась здесь и пристройка. Изменилась дорога возле школы. В целях безопасности ее расширили. Дети ходили по полуразрушенному асфальту, к входной группе. А сегодня мы очень рады пригласить детей к новому входу, к новой входной группе, в новые обновленные светлые классы. Сегодня мы, конечно, очень горды тем, что дети чувствуют себя в атмосфере прекрасного. И, конечно же, это в первую очередь будет способствовать их духовному и культурному развитию. Музыка, живопись, танцы. Во второй школе искусств работают три отделения. В скором будущем выбор специальностей здесь может расшириться. Впрочем, как и сама школа. Помимо открытия филиала в ЛАО в планах руководства города о строительстве нового здания, учреждения дополнительного образования. Я так рада, что все наши пожелания были услышаны, что сегодня наши дети приступят заниматься в светлых, красивых аудиториях. У нас с вами, конечно, еще много работы. Мы не все с вами закончили. Мы с вами обязательно дождемся того времени, когда школа наша разрастется, будет еще больше, поскольку район Дагомыс развивается. Я очень счастлива. Я выражаю общее мнение и нашей администрации, и руководству о том, что это очень важное, очень нужное дело. К слову, строительство нового здания школы искусств в Дагомысе уже нашло отражение в генплане курорта. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Около 70 сочинских ветеранов получили награды. Сегодня в администрации Центрального района состоялось вручение памятных медалей в честь 75-летия со дня освобождения Кубани от фашистских захватчиков. В Центральном районе Сочи проживают около 200 ветеранов. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей. В честь 75-летия со дня освобождения Кубани от немецких войск, а также 74-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева и мэра Сочи Анатолия Пахомова. Сочинским ветеранам вручены памятные медали. Примите искреннее поздравление с этим стандартным днем в истории нашего края, нашего города. Я желаю вам самое главное, конечно, здоровья. Я желаю вам мирного неба, себе, конечно, нам, всему нашему, всему нашему району. И очень признательность вам за то, что вы сделали для нас, для нашего поколения, для будущего поколения. Сочинские ветераны и сейчас вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, работают в ветеранских и волонтерских организациях, а также участвуют в городских мероприятиях. Помимо медалей, ветераны получат единовременные выплаты. Для этого участники битвы за Кавказ и обладатели медалей за оборону Кавказа могут обратиться в районную администрацию. В Сочи открылась выставка гостиничной рестораны «Олимп» и специализированная выставка продуктов питания и напитков «Экспо-фуд». Она продлится три дня в новом выставочном павильоне нового морпорта. В выставке принимают участие 80 компаний из 23 регионов России. Гостиничный ресторан «Олимп» рассчитан на специалистов отрасли и бизнеса. Здесь представлено торгово-технологическое, кухонное и холодильное оборудование, мебель, аксессуары для отелей и ресторанов, интерьерный текстиль. Здесь наш потенциальный заказчик. Здесь у нас много партнеров, с которыми мы работаем. И хотим поддержать свой имидж, показать новые разработки, новые какие-то предложения, которые сейчас в этой области есть. Ну а выставка «Экспо-фуд» представляет молочную сырную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбы и морепродукты – продукты для модного сейчас здорового питания. Впервые пройдет фестиваль «Вина и сыра». В его рамках запланированы мастер-классы по приготовлению итальянского сыра и, конечно, дегустация. Большая деловая программа, круглые столы, семинары, лекции. Выставки продлятся до 13 октября. В павильоне у нового морпорта вход свободный. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В сочинской выставке традиционно участие принимает и компания «Воронежский фермер». Предприятие позиционирует себя как домашнее фермерское хозяйство и производит сыры и колбасы. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало. Все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени. Гусь с яблоком. Утка с черносливом. Перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту. С чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек. Колбас в натуральной оболочке. А также новинки. Сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и настоящий хамон. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Вообще, компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже более 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие активно осваивает и юг России. Познакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы и сыры компании «Воронежский фермер» можно до 13 октября на выставке «Экспофуд». Постоянный участник выставки «Экспофуд» фирма «Йогуртшоп». Здесь производители рассказывают покупателям о полезных свойствах кисломолочного продукта. Продукцию фирмы «Йогуртшоп» хорошо знают многие сочинцы. Ее можно увидеть в торговой сети города. Йогурт натуральный, греческий, с гранолой, с джемом, в целом больше 10 наименований. А еще вкусный кефир, ряженка, сметана, творог, мацони. Нашу продукцию покупают молодые мамы, потому что они больше всего заинтересованы в том, чтобы их дети ели натуральную качественную продукцию. И более того, когда дети переходят на нашу продукцию, переходит аллергия, у них улучшается пищеварение. Поэтому это, конечно, первая категория. Вторая категория – те, которым не все равно, что есть. То есть они смотрят этикетки, смотрят состав. Сочинцы доверяют местным производителям эта молочная продукция с коротким сроком годности. Значит, в составе только молоко и закваска. Без консервантов, красителей, усилителей вкусов. По вопросам закупок натурального йогурта и заключения договоров, можно обратиться по телефону 8 938 400 11 91. Или до 13 октября посетить выставку «Экспофуд» в павильоне у нового морпорта. Ну и впервые в Сочи продукция кондитерской фирмы «Птичье молоко». Ее представляет объединенная кондитерская фабрика из Москвы на выставке «Экспофуд». Классический шоколадный с халвой, с черникой, кокосом и лесными ягодами – все это виды одного торта «Птичье молоко». Его изготавливают мастера кулинарного искусства на основе старых традиций с использованием новых технологий производства легких сладостей. Наша цель – чтобы люди вспомнили тот самый торт, чтобы этот торт стоял в каждом магазине нашего края, чтобы все его полюбили и оставались только довольны. Потому что там только все натуральное. Вкус нежного суфле большинству действительно знаком еще с детства. При приготовлении тортов используются свежие фермерские продукты. Этот десерт без добавок и консервантов. Все ингредиенты натуральные. Торт суфлейный сейчас можно купить на выставке «Экспофуд» в павильоне у Нового Морпорта. А у оптовиков есть возможность заключить договоры на поставку популярных тортов в Сочи. В Сочи продолжается главная регата страны – чемпионат России в олимпийских классах «Ягд». Погода преподносит спортсменам сплошные сюрпризы. К счастью, со знаком «плюс». Даже в самые безветренные дни участникам удается хотя бы в течение нескольких часов погоняться со скоростью ветра в 6-7 узлов. В классе 470 без изменений. Здесь есть четкие лидеры. Павел Сазыкин с Денисом Грибановым и Алиса Кирилюк с Анжеликой Черняховской. Дамы, кстати, идут на втором месте общего зачета. В классе «Лазер» несомненно, превосходство Сергея Комиссарова. В классе «Лазер» «Радиал» продолжает доминировать Валерия Ломаченко. В классе 49-й впереди Ян Чех и Иван Зотов. Очень нравится соревноваться на домашней акватории, потому что мы, в принципе, давно, можно сказать, с мая не соревновались с нашими ребятами так напрямую. Понятно, что все были на зарубежных стартах, но там все-таки чуть-чуть другие гонки. Здесь мы конкурируем напрямую друг с другом. В классе 49-й «ФХ» не снижают обороты Зоя Новикова и Диана Сабирова. В классе «Накро-17» «Микст» остаются лидерами Максим Семенов и Алина Щетинкина. У них шесть побед в восьми гонках. Дело в том, что эти классы, они сложные и все время совершенствуются. В данном случае «Накро» перешла уже на крылья. Вот, как бы, новый скачок, другие скорости, стараться все время идти на крыле на полных курсах. В классе «РСХ» у женщин далеко впереди морям Сихпасян. Восемь побед в девяти гонках. У мужчин лидер Евгений Айвазьян. В классе «Финн» доминирует Аркадий Кистанов. Медальные гонки чемпионата, напомню, состоятся 12 октября. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok